Привет, дорогие друзья! Ну что ж, я продолжаю рубрику Гранды на 12 побед. На этом аккаунте 12.1 пройдено большое испытание. Парень из клана Reddit Alpha предоставил мне возможность снять его повторы на видео и продемонстрировать вам колоду. А колода, ребят, мне показалась достаточно интересной. На самом деле, сейчас можно выделить несколько мета-колод. И в этих колодах, как минимум, встретятся, ну, две, наверное, карты точно. Это Призрак, Шахтер, конечно, вряд ли. Пламенный очень часто встречается. Вот эта бочка сейчас стала очень сильно популярной. Поизон также приобрел какую-то, вот, реально популярность. Вот Молния 100% отпадает. Раньше Молния использовала, сейчас ее вообще никто не берет. Ракета тоже отходит уже на задний план. Поизон сейчас что-то, вот, наверное, номер один сейчас из заклинаний. Ну, за обстрелы это, конечно же, зависит от колоды. В общем, 3-3 эликсира. Основной урон наносим, конечно, Шахтерам, Пойзон и вот эта бочка. Вот, для дефа у нас достаточно карт. Впрочем, давайте, предлагаю смотреть повторы. Давайте, значит, откроем быстренько сундук. Нам сказали, что предпоследний повтор там вообще какой-то мощный. Поэтому давайте, ребят, видос до конца досмотрите. Обязательно. Вот, ну и в конце скажите, понравилась вам колода или же нет. А сейчас я предлагаю вам поставить лайк. Вот прямо сейчас, в этот момент. И подписаться на канал, чтобы сейчас выпало лего. Смотрите, оп, оп, оп и лего. Я вам говорил, просто лайк ставьте, подписывайтесь и давайте смотреть, какая же лего выпадет. Я думаю, Шахтер. Нет? А, нет, пламенный. Блин, хотел поумничать, что вот я знал, какая лего. Пламенный выпал, но за лего тоже спасибо. Спасибо, кто поставил лайк. Вам тоже выпадет лего. Кто не поставил, лего не ждите. Так, ладно, давайте смотреть повторы. Значит, против последней колоды. Кстати, вот сейчас мы смотрим повтор против колоды, который я показывал вот буквально, ну, я не знаю, когда вышел тот видос. Просто я их записываю в один день, а публиковать буду в разные дни. Ну, вот я показывал недавно эту колоду с големом, показывал с хижиной гоблином. Ну, в общем, я думаю, помните эту деку. Так вот, давайте смотреть, как же ее мы затащили. Сливается летучая мышь. И сейчас смотрим следующее действие. Пока непонятно, нету шахтера, поэтому атаку не проведешь. И противник не атакует, поэтому пока вот непонятно. Предлагаю поставить на х2, чтобы, ну, не тянуть время. Я так думаю, они будут оба ждать до нового эликсира. Да, к сожалению, это так. Хотя я не понимаю, почему. У нас колода недорогая, что нам стоит, ну, блин, выбросить какую-то карту. Но, наверное, есть в этом какой-то смысл. И лучше играть от контур, в общем, от дефа, переходить в контур-атаку. И вот противник решается выбросить ночную ведьму. Мы сразу же, с правой стороны, призрак плюс бочка со скелетами. Но, так как призрак в инвизе, бочка со скелетами уничтожается. Ну, и призрак дальше танкует. Но там еще был мега-миньон. И, естественно, эту всю нашу банду законтрели. Плюс еще был зап. Но, нас хоть законтрили, но урон все равно прошел. И 1400 хп осталось. Это не так уж и много. Противник атаку свою у него не получилось провести. То есть он големом, да, был. Темно там еще ночная ведьма. Мега-миньон он потратил на деф. Поэтому, ну, толком он атаку не смог построить. Мы зашли призраком, шахтером и поезоном на его хижину гоблинов. И видим, противник вообще абсолютно остался без юнитов. За исключением призрака, пару мышей. И поставил впереди голема. Мы выбрасываем пламенного. Это сейчас за секунду буквально снесем мы голема. Да, конечно, голем взорвется возле вышки. Так как вообще противник нас еще и запнул при этом всем. Но вышку мы не потеряем. Осталось 200 хп на правой башне у соперника. Ну и я так понимаю, это дело все добьется поезоном. Сейчас вот, кстати, напряжный момент. Немножко, я думаю, напрягся. Как у него ник? А, я понял. Я его не прочитаю по-английски. В общем, не буду сейчас. А то вечно меня потом поправляют. Мне там удоверение ставлю. Вот. Значит, смотрите. 500 хп у нас осталось. И, в принципе, нам даже круто повезло. Потому что на нас была неплохая атака. Вот. Но это так себе повтор. Есть, ребята, еще, говорит, прям бомба. Космос повтор. Предпоследний. Вот, давайте посмотрим. Кстати, колоды у нас похожие. Значит, тоже есть шахтер. Тоже есть поизон. Есть бочка со скелетами. Вот. Ну и давайте, собственно, смотреть, кто кого. Ну, хотя мы знаем, кто кого. Ну, просто давайте наблюдать за этим всем поединком. Я не посмотрел на рекорд соперников. Мне интересно, что там по рекорду. Вот. Ну, вроде бы этот игрок, который против него, по-моему, он топ. Ну, я имею в виду, в топе там мира каком-то находится. Ну, в общем, я не буду сразу делать какие-то выводы. Посмотрим. Посмотрим после того, как этот поединок мы досмотрим до конца. Итак. Пламенный дракон плюс принц. Пламенного же не уничтожат? Нет. Нет. И плюс еще закидывается бочка со скелетами. Сейчас будет очень крутая атака. И смотрите, мы уже подкинули много юнитов. Еще там призрак. Но торнадо и ледяной колдун этих трех богатырей остановил. Ну, плюс еще, конечно, стражи задержали их немного. Неплохо. Противник хорошо играет. Задефался грамотно. Поэтому поединок действительно будет интересным. Мышами контрим колдуна ледяного и забрасываем шахтера наперед. Но одна льдинка, вот этот ледяной дух, всех их уничтожает. Если правильно выбросить ледяного духа, естественно, можно всех летучих мышей уничтожить. Продолжает контратаку соперник. Так как там еще живой ледяный колдун. Подбрасывается бочка со скелетами. Блин, какая же она популярная стала сейчас, эта бочка со скелетами. Она меня реально очень сильно напрягает. Вот поэтому лучше брать зап, а не стрелы. Хотя стрелы тоже спасают иногда. Потому что орду миньонов тоже используют чаще. Но чаще используют ее в глобале. Вот, поэтому стрелы больше в глобале пригодятся. В испытаниях я сомневаюсь. Вот, и видели, что призрак был в инвизии. Не все юниты сразу на него сагрились. И после того, как он начал атаковать вышку, он успел еще нанести, ну, вроде как, две тычки. 1400 хп остается. Пока мы, естественно, нанесли больше урона сопернику. И преимущество пока на нашей стороне. Но смотрим дальше. Ледяный колдун с края карты со стороны противника. У нас уже идет принц плюс пламенный. Еще бочка со скелетами. Атака по правой стороне со стороны противника. Мы это дело контрим всего лишь летучими мышами. Серьезно? И запом? Блин, у противника не было запа. Поэтому летучие мыши законтрили шахтера и бочку со скелетами. Но там еще мы зап подкинули. Противник тоже не пропускает к вышке. Вроде мы вообще урона не нанесли. И смотрите, какая справа идет атака. Как же он задефает? Дефается он бочкой со скелетами. Разве... А, точно, бочка со скелетами. Я забыл, ребята. Она же наносит урон после того, как взрывается. Поэтому... Ей реально эффективно дефаться. То есть я забыл, что у нее есть такая способность. При взрыве она вроде как наносит урон. Я... Ну поправьте, если я не прав. Ну вроде так. Вот. Давайте посмотрим сейчас. Бочка со скелетами на летучих мышей. Она... Бау! И да. И неплохой радиус. Да, реально неплохой. Я просто никогда не понимал, зачем ее выбрасывают. А... С ней реально прикольно дефаться. Соперник вообще не пропускает нас. И постепенно, смотрите, он уже нам справа вышку продамажил неплохо, так как мы слева в начале. То есть у нас же 1500 хп остается. Шахтер опять плюс бочка со скелетами на правую сторону. Но теперь мы не дефаем эта бочка со скелетами. Теперь мы забрасываем принца. Готовим зап. И, в принципе, нормально дефаемся. Только все равно остается у нас 900 хп. То есть не без урона. Урон нам все равно прошел. Блин, реально потная катка. Я вот сейчас смотрю. И, блин, реально тяжело. Вот сейчас кто-то где-то затупит. Кого-то пропустит. И все. Вот, смотрите. Пропускает он летучих мышей. И пропускает шахтера. Жесть. Осталось 328 хп. Ребята, это один шахтер. Ну, на пустое место, если его не задефать. И поизон. И все. А у нас еще слева 1200 хп. Ну, не у нас, точнее, у соперника. Нам еще снести надо. Блин, и что же будет? Давайте смотреть. Призрак. Потому что предполагается, что будет шахтер справа. Бочка со скелетами. Бочка на деф. Или что это такое? Я так понимаю, что сейчас справа вышку снесем. Смотрите. Мы словили шахтера. Мы словили шахтера. Выбрасываем зап. И у нас остается 45 хп. 45 хп остается. И что же? Что же будет? Неужели мы снесем справа башню? И доходит принц. Да? Он нанес урон. И еще летучая мышь. Это просто жесть. Да, действительно. Предпоследний повтор был реально эпичным. Я вот только сейчас вот в конце уже не понимал. А как мы выиграем здесь? Вот противник не смог в конце отдефаться. Блин. Реально круто. Блин. Даже после этих двух повторов меня реально утомляет. Такие длинные атаки. Ну давайте посмотрим последний какой-то поединок. Кстати, давайте я профиль хотел чекнуть. Давайте чекнем профиль. Ну нет. Не топ мира. Но 5700 кубков парень имел. А последний. Последний 5800. То есть не за шквар. Давайте посмотрим еще какого-то соперника. Хотя я в принципе думаю и так более-менее понятно. Но опять же я вот смотрю. Ладно, давайте так на фоне вот этот повтор посмотрим. На Х2 чисто. Я не буду комментировать поединок. Это я чисто для вас включил повтор. Я просто какие-то хочу подытожить какие-то выводы. И сказать свое мнение о колоде. В общем 3-3 эликсира говорит о том, что цикл у нас крутится быстро. И достаточно недорогая колода. Это логично, да? Но, честно, я вот смотрю эти поединки. Ну блин, ну как-то вот реально сложно. Я вот против этих бочки со скелетами вообще абсолютно не умею играть. И вот эту механику я никак пока понять не могу. Они иногда ее выбрасывают. Я не понимаю, зачем они ее выбросили. В некоторых ситуациях я понимал. Она когда взорвется, уничтожит за собой там летучих мышей. Вот. А иногда я просто, я не знаю просто как ими играть. И я вот пытался подобные колоды сыграть. У меня вообще ничего не получилось. То есть, делаем вывод, что колода реально сильная. Видим мы по поединкам, по повторам. Но в то же время она сложная. То есть, сыграет с ней не каждый. А так, в принципе, если так рассуждать, то урон нам наносить есть чем. Это шахтер поезен. Это недорого. Поезен, конечно, по ситуации. Не просто шахтер поезен, а когда вот именно нужен он. Вот. Для дефа у нас пламенный против разных танков. Принц у нас очень хороший по земле сингл юнит. Который вот как видим на данный момент контрит мега рыцаря очень хорошо. Вот. Бочка со скелетами у нас в качестве и западами какого-то, ну реально дополнительного спыла. Еще и в атаке саппорт идет. Вот. Летучая мышь и призрак также в дополнении. Хотя призрак сейчас, мне кажется, самая универсальная карта в испытаниях. Вот. Честное слово. Вот куда ни посмотри, везде есть призрак в колоде. То есть, он везде заходит. Вот. Так что, как-то так, ребят. Но я не мог не снять про эту колоду, потому что... Ну, конечно, я вот смотрю... Не, хотя что, три легендарки не так уж и много. Я сначала посмотрел на принца, думал четыре. Принца-то не легендарная карта. Три легендарки. Но единственное, что вас может смущать, вас может... Не может. Может, не может, господи. У вас может не быть призрака. Вот. Ну и какой-то легендарной карты. Но, опять же, шахтер здесь является как бы основной картой. Пламенный в дефе. Можно его заменить, естественно, инферно. Но это уже не то будет. Либо торнадо, либо над гробем. Шахтера на хога в теории можно. Но это, опять же, уже совсем другая история и совсем другая колода. Ребят, если понравился выпуск, ставьте лайки. Пишите в комментариях, какую следующую колоду хотели бы вы видеть. На этом буду прощаться. Спасибо вам всем за просмотр. Желаю вам всем удачи. Хорошее настроение. До новых встреч. Всем, ребятки, пока.